меня зовут алекс я из филадельфии сам из беларуси дня все фигня выписываем самое главное это не стройте вот это вот розовой америки она не такая если будете слишком о ней думать вот так слишком стереотипно то вы можете разочароваться вот америка это такая страна для людей которые либо очень трудолюбивые либо и очень трудолюбивый и очень талантливым да ну иногда потенциал по разному раскрывается поэтому поменьше каких-то розовых ожиданий что касается суммы денег которые с собой лучше брать я скажу так что чем больше тем лучше здесь деньги здесь совсем другая ценность этим деньгам и там 5000 долларов россии это там хорошие очень в америке это так на месяц-полтора жизни зависит конкретно от расходов ваш поэтому если вы едете один могу сказать что чем больше тем лучше ну минимум наверное тысяч пять человек это было бы хорошо вот если у вас меньше сумма там тысяча две ну тогда вы должны понимать что ваши приоритетом будет сразу выходить на работу сразу и работа будет часто вам скажу не самое приятное но тут уже такого рода момент выживания поэтому поэтому подтягивайте язык то сюда собирается также один из моментов это как сюда попасть что касается виза туристической могу вкратце сказать что если у вас есть виза на руках то вы счастливчик потому что виза тоже не очень скажем так легко и получить конкретно вот меня сестра подавалась несусловно того что у меня я здесь нахожусь легально консульстве послу это не понравилось точнее человека который проводил собеседа ему не понравилось и отказано было я знаю очень много историй когда отказывают людям из россии из белоруссии украины то есть и страны снг потому что американцы они иногда не все самые умные скажем так но очень некоторые моменты они очень хорошо понимают что люди те кто сюда по турвизе переезжать подаваться на политическое убежище я могу лишь сказать что да это все возможно если вы грамотно подойдете к подходу оформление визы не знаю точно не буду вас дезинформировать что касается этой темы вы можете посмотреть какие-то другие ролики на ю тубе как получить визу какие моменты нужно знать при подачи на визу ну я вам скажу что если вы добились того что у вас есть виза на руках то отчасти на 30 процентов скажем переезд ваш удался дали найти деньги подучить язык выбрать город куда вы хотите ехать ну и там уже выбрать хотя из этого работают на что вы способны и быть готовым ко всему вот самый главный момент быть готовым к самому худшему что с вами может произойти что-то вот чтобы всегда были во все оружие как говорят вот ну а тем ребятам которые скажем так и в снг достаточно скажем активные в каких-то планах и действительно люди своего рода талантливые которых есть большой потенциал я вам скажу так америка эта страна для вас если вы выбрали эту страну то тут как говорят тут нужно топить топить до последнего выучить язык максимально все для себя сделать чтобы вы не работали где-то там борщиком помещение там принципе борщиком или посуда посуду мыть для это тоже своего рода профессия но то есть чтобы не быть слишком примитивным и понимать как говорится что на что вы вы меняете если вы меняете привычную себе среду то это должно быть что-то глобальное вы должны ставить себе цели просто такие до которых вы думаете никогда не наберетесь но бывает иногда что-то происходит что-то случается поэтому самое главное быть себе готовым ко всему и понимаешь что здесь вас ждет ох какая пахота но за эту пахоту вам будут хорошо платить что касается открытия визы я вам могу сказать лишь то что с последними годами конкретно с пандемией в принципе сейчас очень тяжело получить туристическую визу это сложно но тут это действительно нужно подходить к этому достаточно умело узнавать черпать формы общаться конкретно с людьми которые открывали туристические визы возможно я знаю человека который он сам из россии но визу открывал в израиле то есть тут тоже нужно смотреть потенциальный такой момент для того чтобы открывать другой стране где вы можете загуглить там самые лояльные консульства посольства там соединенных штатов мире там в европе вы можете плюс-минус увидеть какую стоит какую-то статистику посмотреть где меньше где что но я могу сказать что исходя из того вот общаясь с людьми которые приезжают сюда по туристической визе и дальше уже как-то легализируются легализовываются то это не самая легкая тема действительно тут нужно это понимать что вам могут отказать с каждым отказом у вас шанс увеличил уменьшаются чуть ли ну там не на очень большой на очень большой процент бывает что после первого отказа нового могут в принципе не больше никогда и не открыть потому что это выглядит странно вам отказали первый раз выпадаетесь 2 и возможно у вас есть какие-то иммиграционные намерения консул все это понимает и вам казано поэтому туда нужно понимать походить очень к этому серьезно лучше податься на визу чуть позже покататься там по европе еще где-то там по соседним странам какие-то визы пооткрывать чем больше тем лучше только лишь потом где-то заявив хорошую скажем так выписку с банковского счета чтобы люди понимали что вы едете сюда не там не с 1000 долларов да потому что здесь другие цены здесь все по-другому также если у вас есть какая-то программа я знаю ребят которые они тоже из белоруссии они работают на вышках и у них вообще была интересная история они на какую-то скажем выставку но они действительно там на выставку собирались они подавались то есть вот вам какой-то это было до пандемии сейчас этим конечно посложнее но после будем надеяться что максимально это все быстро закончится я имею ввиду что касается пандемии там уже можно придумывать какие-то не знаю тематические там не дорог концерты какие-то рок скажем международные какие-то собрания в том плане что концерты то есть вы куда-то определенно едете то есть тут тоже нужно действительно но немало денег в это выделить это бюджет то есть на какую-то экскурсию вы можете купить билет да и через какое-то агентство поэтому да здесь в этом плане смотрите именно людей которые больше скажем об этом знают что касается ютуба доверяйте далеко не всем потому что есть люди которые просто делают какой-то контент и не всегда этот контент правдивый спустя время это начинаешь понимать вот поэтому тут смотрите достаточно с осторожностью на всех людей которые вам что-то говорят да то числе и на меня что очень много грани очень много сторон в америке поэтому поэтому да смотрите к этому очень серьезно пробуйте играть грин карту сразу понимаете что это лотерея что у меня есть ребята знакомые какие-то близкие друзья которые заполняли один год там три года ну пока им не везет в это но опять же когда-то повезет как говорится кто играет тот и выигрывает пробуйте пробуйте но тут тоже очень важный момент эту информацию уточните что касается подачи на турвизу и подачи на грин карту на участие поэтому и смотрите я не буду вам что-то на этот счет говорить просто загуглите это узнаете если вы поймете для себя поставьте какие-то приоритеты либо вы берете все собираетесь и готовите все для турвизы либо вы выбираете более такой пассивный подход и вы там верите в чудо чудо бывает но чудо может быть через 5-10 лет шансы с каждым годом исходя из ситуации в странах снг то выиграть в грин карту становится сложнее поэтому к этому смотрите достаточно аккуратно так что вот такой вот получился ролик специально для канала гик роджерс было приятно видимо налога с вами пообщаться если у вас есть какие-то дополнительные вопросы оставляйте для потенциального видео на новые видео оставляйте также переходите на канал канал молодой instagram так что вот так вот всем спасибо с вами был алекс пока нужно сделать так айо это обычно трейлер песни для такого же обычного но довольно интересного канала мистер гик роджерс на котором ты узнаешь многое если подпишешься а что что знаешь конкретно но суши и успеха и всего за три минуты и как